Мы выехали наконец-то от города, от трассы, к вот такому вот маршруту велосипедному. Вокруг зелень, много травы, много клещей. Просто чудо, а не дорога. Ладно, шутка, на самом деле дорога здесь вообще очень даже неплохая. И кому интересно, это в противоположную сторону от Велянова. Птицы поют, велодорожка красивая. Вообще неплохой веломаршрут, так покататься. Можно и до нового двора Мазовецкого доехать. Это там крепость есть, я забыл как она называется. А, вот Модлин. С одной стороны от велодорожки духовная семинария, вот она. А с другой небольшая посадка и висла за ней. Вот этот домик, который хочется назвать хаткой, это на самом деле типичная для Польши конца 18 века усадьба. Усадьба Мостовских. Они планировали построить здесь дворец, но построили только флигель. И уже в 2000-х годах здесь достроили административные здания духовной семинарии. Люди возмущены тем, что администрация духовной семинарии запрещает посещать ее территорию, зеленую зону и гулять по этому комплексу, который занимает площадь около 12 гектар. И тут у меня как бы вопрос, вам что, не хватает зеленой зоны вокруг? Посмотрите, это вам типа не зеленая зона или вам мало дворцов в Варшаве? Там вообще-то священники учатся будущие. А это район Тархомин, и это уже район на окраине Варшавы. Как вы можете заметить, через дорожку там небольшая посадка и висла, и везде стоят заборы. Это обусловлено тем, что в этой посадке живут кабанчики, с которыми мы довольно близко познакомились. Встреча была занятной, и оказалось, они очень доброжелательно настроены. Но я думаю, не все кабанчики так доброжелательно настроены к людям. Есть кафе, большой комплекс с детскими площадками, много всего, есть где побегать, детям поразвлекаться. Поскольку сейчас майские праздники, поляки все позакрывали и написали урлоп. И нарисовали смайлики на бумажках на дверях. И уехали на отдых. Какие хоресики, обонятки. Свинтусы. Вы мали свинтусы. Маленькие свинтусы. Знаете, куда они бегут? Чёк, побегули к маме. Украинцы с ними уже на польском разговаривают, а они все не уходят и не уходят. Не понимают. I am not understand. Класс. Он встал. Такие маленькие. Не хочу их потискать. Глянь, побегли, побегли. Такого мы еще не видели. Такого уникального события мы еще не снимали. Это только польские кабаны могут быть. Кабаны, походу, это единственное доброжелательное создание в Польше. Никого не трогают, только еду просят. Не то, что клещи. Вот здесь хорошо видно большая зона для шашлыков над Вислой. Волейбольная площадка, засыпанная песком для пляжного волейбола. Детские площадки есть. И тут можно отдохнуть. Даже гамаки есть. Вот что это за вода так бурно стекает в Вислу, я не знаю. Не исключаю, что я пока не буду понадобиться. Ну нет, на самом деле я шучу. Прям так канализацию, мне кажется, в Вислу бы не скидывали. Хотя кто их знает? Может, какой-то растительный канал идет под землей. Многие люди здесь жарят шашлык. Но мы его пожарили 1-го числа, недалеко от нашего дома. Потому что на реставрированном Макатовском поле яблоку негде было упасть. И жутко воняло маленькими мангалами. Потому что их заливают парафином, чтобы лучше разгорались. Но мы, как хитрые и очень умные люди, взяли свой мангал, который мы нашли на мусорке в прошлом году. И на нем пожарили шашлыки. 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 так мы покидаем зону пикников и едем дальше здесь частные дома и как всегда в польше нет никаких ни огурцов ни помидоров ни грядок ничего нету кроме деревьев кустов и газонов ну такая тут культура так заведено ну дома на самом деле красивы и даже у кого-то есть маленькая тепличка сейчас вы ее увидеть барабанная дробь пара 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 пам вот она маленькая такая зелененькая стоит мы запланировали проехать до поселка яблонна и там километров до него ехать ну где-то 18 20 ну и мы доехали мама была на прокатном велосипеде а я на своем поездка на прокатном велосипеде обошлась нам в 24 злотых а дальше когда мы уже подъезжали к поселку велодорожка закончилась и началась вот такая вот выкатанная колья ну справедливости ради хочу сказать что она была без камней и даже я на шоссейном велосипеде смог там нормально ехать свернули с нашей велосипедной тропы и поехали к палацу понятовского ну знаете такой палатик небольшой но миленький конечно толщина стен в метр меня несколько смущает я не знаю зачем ему метровая стена это типа вдруг нападут вон там где окно видно хорошо но вид из окна на запущенный 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 парк который больше напоминает лес ну а что понятовский он был занятым человеком учитывая сколько у него палацов деньги зарабатывал в политике участие принимал у него не было времени на то что вот это всей фигней заниматься там сады и все остальное клумбы садить лес высадил хватит нечего тут время терять это вот его сад сад целого князя понятовского главные ворота вход в дворец и я и на них написано еще понятовский сверху но не с этой стороны потом вам покажу триумфальную арку себе сделал но это конечно мания величия прям вот но это неплохо увага всем взбраненный грозе завалением ну где-то нас надурили потому что выглядит оно так основательно если честно многие издания в центре варшавы больше обрушаются чем это арка на территории комплекса есть еще заброшенное здание ого золня скорее всего там хранились кареты и еще могу сказать вам что арку построили уже после смерти князя юзефа понятовского у дворца сменилось несколько владельцев и анна тышкевич хотела потом уже после смены владельцев превратить это место место памяти юзефу понятовскому и воздвигла эту арку все эти постройки оригинальные и то что они сейчас из красного кирпича они были все заштукатурены вот здесь вот видно что остатки штукатурки еще на стенах все это разрушается огороженной пройти нельзя а вот в уцелевшей части которая сейчас виднеется расположен бутик-отель и выставочные залы а вернее сказать будет это отреставрированная после войны часть стоимость ночи в отеле вместе с завтраком 250 280 злотых где-то решайте сами дорого это или дешево территория очень приятная есть лужайки кафе зоны отдыха лавочки короче приехать сюда отдохнуть вполне так норм а вот солнечные часы но вообще все здесь меркнет по сравнению с тем что вы видите сейчас на экране видите бежит кошка это невероятно для польши это очень редкое зрелище а вот я еду в панамки на велосипеде был в галерее но я там ничего не снимал и мне просто там понравились кони очень нарисованные вот такие очень прикольные как на плакате класс сейчас зайдем к ним на сайт посмотрим продаются ли еще какие-нибудь чуть дешевле чем по двадцать пять тысяч злотых еще нормальная цена такая нет ну зарабатывал бы я 200 тысяч злотых я без проблем купил себе такую если она мне нравится но я сколько не зарабатывать от силы 100 злотых месяц зарабатывать за воротами парка небольшой городок с населением около 15 тысяч мы отправляемся домой там вам уже виднеется бизнес-центр сталинская высотка и мы едем туда подписывайтесь всем пока спасибо за просмотр до побачивания